Ну что ж, ребята, погнали. Значит, для тех, кто в танке, либо для тех, кто до сих пор думает, что дело в блинах. Хоть сейчас и не масленица, объясняю угнетённым. Вся заварушка идёт далеко задолго до этой ситуации, но, пожалуй, давайте сейчас с неё. После выхода ролика Крашеного Петушка, все вдруг зашевелились, хотя до этого мой ролик более чем за месяц набрал за 150 тысяч просмотров. Но почему-то у умников не возникало вопросов по поводу этого фарса. Лишь когда лидер угнетённых выложил что-то наподобие «Поверьте мне на слово, он не потянет, вот я, я, я!» Что ты, Деград, серьги сними для начала, чтобы с дядями разговаривать. Но это ладно. Он предлагал там взвесить блины и одним тейком потянуть, якобы это пруф. Так вроде я сделал то же самое, и очевидно, что я могу повторить и с подвесом. Подредактировать цифры на весах на постпродакшене в After Effects проблемы нет. Но даже если всё выглядело бы ровненько, ты же понимаешь, что это фарс и кукареканье бы продолжалось. Меня утомили попытки похайпить на любом поводе обо мне, где даже речи о тебе не идёт. Я кидал этот челлендж исключительно, а не Зора. Но ты же пытаешься влезть повсюду. Так вот, я сказал сразу, Самсончик, так если ты самый умный, давай-ка ты прилетай в Москву, и я даже билеты оплачу по прилёту. Причём я тебе даже деньги за билет верну, ты сам купишь, потому что тебя наперёд никто кидать не будет. Пошёл резонанс, ты начал суетиться, снова пытаясь спрятаться за спину Анизора, после чего Халит связался со мной и сообщил, что было бы здорово встретиться. Мы тогда поговорили, и я ему объяснил, что он совершенно не понимает, что сейчас происходит, и для чего я тяну Самсончика. Поговорив где-то полчаса в сумме с Анизоро, я ввёл его в курс дела. Мы решили с ним все вопросы, которые касались только нас, и он понял, что лететь ему смысла нет. Дальше он связался с Самсончиком и попросил его в это не втягивать. Решать это самому, как и должно было быть. Я никаких сканов и аудио об этом прикреплять здесь не буду. Наша переписка с Анизоро останется между нами, но вы можете у него поинтересоваться, было ли такое. На что и получите ответ. Глупо было бы мне сейчас выдумывать из головы, говоря о канале Миллионники с почти полумиллиардами просмотров. Так вот, всё это происходило 3 марта. У меня тогда ещё до вечера был стрим и на Ютубе, и на Бусти. На Ютубе я говорил изначально, что Самсончик, давай, приезжай, я тебя встречу. И по итогу оплачу тебе билеты. Точнее верну деньги за дорогу. Даже организовал донатный сбор под эту тему. Самсончик в это время молчал. Не знаю, что он там вычислял на этот момент, я был на Ютубе полтора часа. После того, как стрим на Ютубе закончился, мы пошли смотреть аниме со стаканов на Бусти. Это был первый просмотр One Piece Red в качестве. Во время этого сеанса Самсончик поникший запустил стрим на Ютубе и высказался там. Что-то по типу, а зачем я должен лететь? Почему он ко мне сюда не прилетит, я оплачу все дела, бла-бла-бла. Также в очередной раз было обещано сломать мне лицо, и уж в Красноярске он меня просто уничтожит. Давай, это, Супер Узбек 19, я оплачиваю тебе билеты, ты прилетаешь ко мне в город, жмёшь это при мне. Если нет, то ты слился. Почему такой вариант не рассматривается? Прямо на стриме, когда мне это передали на Бусти, я сразу же ответил. Смотрю. А? Он смотрит свой видос, ну, свой стрим, где он говорит, да, если, типа, он приехал в Красноярск, я бы его разъебал. И сидит сейчас на стрим, говорит, да, это так, я бы его разъебал. А стрим же выключил. Он что, в стрим сейчас играет? Да. А, он подрубил заново? Пусть что угодно делает, мало ли что он там смотрит. Оказывается, если я в Красноярск приеду, где якобы Сойер живет, он меня там разъебет. Ну, бляд, давайте пусть на билет скинется. Посмотрим, как он кого там, где кого разъебет. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Бля, я, сука, я вообще уже настрелся в Красноярск. Я вообще поеду. Сейчас закончу стрим, сделаю в Телеграме объявление, потом на всех стримах буду на Красноярск собирать. Когда соберется, я, я поеду. Я готов приехать в Красноярск, даже мне от него не надо никакие деньги, ничего. Я сам, поэтому давайте, я пошел это все записывать. Ну, Самсон в охуй будет сейчас. Как я и заявил наскоряк, после остановки стрима был записан видосик, который есть в Телеге и на Розовой Анима Море. И сейчас, ребята, начинается самое интересное. К ночи этого дня уже Самсончик понял, что Анизора за него никакие вещи тянуть при нашей встрече уже не будет. Метался как мог. Теперь смотрим сюда. Третье января. В пять вечера по Москве уже был проведен мой стрим на Ютубе. И он отписал, найс, разводишь дебиков своих. На что я, устав от переобувания парниковых крашеных петушков, сказал, что уже все, видос запилен. Встретимся в феврале в твоем родном городе. Все вопросы будут решены там. Теперь смотрите на время. Самсончик теряется на два часа, а после пишет мне вдруг нежданно-негаданно. Давай до пятницы, адрес зал я тебе скину. Ты вроде упоминал, что в любой подъедешь. Кто-то может подумать, что происходит. Почему он то хочет прилететь с Анизора. После отбоя он говорит, что я бы прилетал к нему. И как только я отвечаю, что да, я это сделаю, спустя несколько часов он вдруг опять мне пишет за пятницу в Москве. Бедный петушок, семь пятниц на неделе. Вот о ком оказывается эта фраза. Ну а теперь то, ради чего стоит прослезиться со смеху. Один из моих хороших знакомых, еще в восемь вечера, когда уже было записано обращение, что я на сто процентов лечу в Красноярск, кидает по моей просьбе Самсончикова Лес с левого Ака такое. Он пишет, что Самсон, вот у нас зал есть, все дела. Ты просто кинь Хани адрес, и пусть он приезжает, покажет, как он тягает сто пятьдесят. Самсончик, наверное, так сильно метался, что уверовал в своих зрителей, которые хотят помочь докопаться до истины. Привет, вы из Москвы, как я понимаю. В девять сорок семь он уже пишет о том, что случится буквально через десять минут. Насколько же надо быть тупорогим, чтобы сделать подобное? Он начинает мне написывать в 22.05 о том, что скинет мне якобы адрес по прилету. Параллельно я уже имею общий диалог из лички моего кореша. Я, честно, не знаю, насколько нужно быть упоротым, чтобы делать вид без пруфов, без кружков, как ты якобы летел, как ты прибыл и зашел в зал в Москве, когда такое дело. Медийный парень. Если кто не понял, он хотел просто скинуть мне адрес, чтобы я поехал неизвестно куда, неизвестно кому. Только беда в том, что уже в том диалоге я был не несведущим об этой переписке, как думал сам Петушок. Манипулятор-бедолажка из Альфача сразу же переобувается в жертву. Пишет, собирай толпу, там делай все дела. Это он о том, что я сказал на своем обращении, когда полечу было бы неплохо, если бы кто-то из подписчиков слетал со мной. Все-таки неизвестный город, неизвестно куда лечу. Я бы в Ташкенте хоть десяток подобных гостей встретил. В своем родном городе. Да, ты же все свои обещания выполняешь. Давид маленький, чтобы потом в своем очередном высере выставлять свои манипуляции на уровне третьего Б. Я уже в открытую угораю, даже с намеком, что Самсон, ты реально зацепился в отчаянии за весточку от неизвестно кого? Адреса он мне скидывать будет. Жди, как ты грозился встречать меня у себя дома. А я думал до пятницы. Блин, а ты же передумал. Точно. Бля, вы просто оцените. Даже те отбитые детки, которые были задеты мною и поддерживают своего кумира. Насколько же вы хаваете любое позерство. Дальше, на 4 января он мне прислал вот это. Ты теперь русский, оказывается? Наверное, перед чеченцами не так легко строить из себя крутого. Это я как понимаю, он перед чеченцами имеет в виду Анизора? Я не понимаю, ты зачем втусовываешь людей и нации, ублюдок? Я никого из себя не строю, я на деле одним только перелетом показываю разницу между мужчиной и крашеным петухом в сережках. У меня множество знакомых есть различных национальностей. Только я вот замечаю, у тебя бзик постоянно на этой почве что ли? По поводу моей нации? Ну как бы меня Тимур зовут. Ты много русских с именем Тимур знаешь? Но если для тебя метис нечто новое, и то, что в паспорте ты выбираешь себе нацию по собственному желанию из имеющихся в роду, то сорян. Или это он о чеченцах приплел за счет той фотографии, которую ему прислали? Но он до конца думает, что это ему помочь до истины добраться хотят. Если что, фотография-то взята из интернета. Я не знаю, кто эти люди и что это за зал на фото. Еще, для пущего смеха, зала под названием Мачанга нет возле планерной. Насколько же надо быть деградом, чтобы повестись и иметь желание скинуть мне несуществующий адрес? Хотя, наверное, в панике у бедолаги крышу снесло знатно. И он уже не знал, что ему делать. Попытки похайпить сейчас не удаются. После чего Самсон пишет пост, видать уже выкупивший, что я реально прилечу. Девочка начала выдумывать себе новую стратегию, чтобы попытаться сыграть на чувствах мной и угнетенных бедолаг, взрослых на садоводах. Коим и является основной зритель Самсона по большей части. До февраля, говорит, не передумай только, а то ты свои планы постоянно меняешь. Самсончик, я вот когда говорю, делаю. Ни разу мои планы не менялись и были воплощены в жизнь. Теперь, как мы видим, он решил давить на жалость перед детьми. Типа толпа летит непонятно с какими намерениями. Хотя уже практически сразу я сказал, ну что, чтобы по полной показать лицо петушка, я полечу один. И меня встретит там максимум один человек в самом Красноярске. А ты, петушок, делай, что тебе будет угодно. Вряд ли ты в этой жизни хоть раз отвечал за свои слова. Личное мое заявление. Хай на сука, я бы разбил тебе е**а, если бы я встретил тебя в реальной жизни. Ну-ка, плачу все. Я приехал, я бы разбил тебе е**а и любому из твоих фанатов, чувак. Любому, блядь. И самый угар. 13 января случается чудо. Я нахожу точное местоположение Самсона и некоторые вещи о нем. Как я его нашел, спросите вы? Это прям, ребята, угар. История стоимостью 89 рублей. Рассказываю, сижу без задних мыслей вообще. Смотрю ютапчик, выходит там рекламка очередного нового бота Глаза Бога. И я туда перехожу, оплачиваю 89 рублей и играюсь. Смотрю, что есть по мне, по моей физиономии, по ВК-профилю. Почекал несколько одноклассников своих, которых лет 15 не видел. И думаю, что будет, если вставить личико Самсончика со стрима. Вырезаю, вставляю. И мне вылазят фотки из профиля некой девушки. Назовем ее сожительница. Там было три фотки Самсона с выпускного. И вдруг я замечаю, что на школе, которую он закончил, написано 145. Я подумал, интересно. Только хотел пойти смотреть, где она находится. Но перед выходом решил еще попробовать пробить не по фотке, а по профилю телеги. Это которая собачка и у каждого из нас видимая для всех. И что я вижу? Выдает пять геолокаций за последние полгода. Которые Самсон врубал у себя в профиле. Вбиваю все эти пять координат. И они выдают один и тот же район. И ту самую 145 школу возле дома Самсончика. Вы бы знали, какого Шерлока я в себе увидел. Я смеялся в голосину, несмотря на ночь. Теперь я знаю и дом, и район обитания этого гангстера. Отписав ему сразу же. Не телись, как крыса и так далее. Потому что это не в моих правилах. Самсончик решает игнорить. Хоть до этого мы видим, что он избрал тактику выставить себя жертвой. Хе-хе, какая же тяжелая жизнь у петушков. Везде я трубил, как полечу решить все вопросы на профилактическую беседу с альфа-самцом под юбкой у сожительницы. Лечу один и встречу Самсона максимум с человеком, который будет снимать все со стороны. И за жим протереть. И за некоторые вещи поинтересоваться. Теперь, когда время подходит к делу, я посмотрел в 20-х числах февраля билеты на ближайшие две недели. Нашел отличный вариант с пребыванием на целые сутки. И цена, и перелет все идеально. Самсончик перестал брать трубки. И в ТГ постил, якобы он еще 4-го числа меня послал. Куда кого ты послал, чертик? Насколько же бедные детки, которые оправдывают своего кумира. И после того, как им сут в уши попытками дискредитировать оппонента всеми способами, это прям печаль. Пацаны, развивайтесь хоть немного. А теперь, братцы, приготовьтесь максимально. Сейчас будет то, что покажет вам всю суть этого трусливого мальчишки. Значит, как и обещал, я снимал весь свой путь от выхода из подъезда собственного дома до полного пребывания в Красноярске. Каждый свой маршрут я оговаривал заранее. Чтобы тебе цикло не было так страшно, но даже при этих условиях как же ты был жалок. До конкретной станции метро в Москве, оттуда на электричке до Домодедова. Когда там в аэропорту тоже буду проходить, все поснимаю, покажу. Давайте, готовьтесь. Завтра утром будем Самсону звонить из его города возле его дома. Вот мой рейс. 112-115, ребята. Парарум, парарум. Новая ветка. Новая ветка кружков. Продолжение этого полета. Только внутри этого кружка. За проезд передаем, все, через 5 часов встретимся в Красноярске. Вот аэропорт Красноярск, прибыл. По прилету, зная натуру этого опуща, я сразу же в 6 утра записал свой кружок, где говорю, Самсончик, я в курсе, что ты сделаешь все, чтобы не встретиться со мной лицом к лицу. И адреса, как ты пытался делать это ранее, кидать мне не нужно. Я буду возле твоего дома или где угодно. Нужно будет, приду один и так далее. Только Самсончик, вот эту хуйню, типа ты мне адрес скинешь, вот это себе въебало засунь. Я знаю, что ты хотел тогда в ту пятницу сделать, когда мы с Анизору все решили, когда он уже с тобой отказался лететь, когда ты мне якобы ночью опять хотел скинуть. Я в твой город прилетел один, сейчас я пойду, отосплюсь. Через там, ну в час дня, допустим, в 12 я встану, все, все дела приготовлю, все сделаю. Я тебе скажу, где я нахожусь, выйду, сниму кружок, можешь будешь меня, я даже буду ждать, мне похуй. Подойдешь лично. Ну я не знаю, ты же, бля, вряд ли ты что-то можешь сам. За мной никого прислать не надо, ты лично подойдешь. И мы с тобой будем решать все. И про 150 вопросов и все остальные, понял? Дальше, там же в кружке я сказал, что очень сильно устал, сейчас высплюсь до 12 или до часу дня, и потом скажу, куда выхожу, навстречу к петушку. Просыпаюсь в час с лишним и вижу, что нет ни слуху, ни духу о Самсоне. Хотя в сети был недавно, и в ВК, и в телеге. Начинаю записывать кружки. Йоу, Самсончик, а че ты трубки не берешь? Че ты меня заблокировал, что ли? Че случилось? Пока я до тебя не дозвонился, ты мне позвони тогда, когда ты увидишь это сообщение, и передадут, передайте, пацаны, там. Еще раз, еще раз, полчаса спустя, Самсончик, скажите, чтоб мне позвонил пацан, чтоб не терялся, в чем проблема? Я не говорю прямо сейчас встретимся, пусть позвонит, время назначим. Я приехал, давай, я жду звонка, раз ты трубку не берешь. После того, как уже в три с лишним прибывают домой, где остановился в Красноярске у одного из подписчиков, Самсон выгружает сообщение, что он, оказывается, просто спал. А сейчас он мне адрес зала в ЛС скинет, который только мы оба будем знать, и я приду туда, чтобы решать с ним вопросы по 150. Я тогда орал просто в голосину, насколько же этому черту страшно. Я еще раз записал несколько кружков, где попытался объяснить, что Самсончик, ты не в том положении, как бы сейчас условия мне подобного плана диктовать. Я к тебе прилетел за тысячи километров, нахожусь у тебя на районе. Если тревожишься за себя почему-то, хотя на словах ты был гораст все эти годы и обещал многое. Самсончик, по поводу твоего сообщения, которое ты сейчас высрал, типа ты мне адрес скинешь. Ты ебанулся что ли, маленький? Ты мне уже в Москве адреса понаскидывал, уже ты послезавтра увидишь про свои адреса, я все в курсе. Если нужно, встретимся на улице лично, один на один, даже возле твоего тренажерного зала. Но Самсончик продолжал гнать линию, даже прислал фотку из своей качалки. Как он занимается один, и звать ему в принципе некого. А теперь максимальное внимание. Единственное, что я сделал не на максимум, так это момент очередного адреса от Самсона. Но тут, ребята, во-первых, как я могу подняться в ТЦ в зал без абонемента и без формы, тем более без сменной обуви. У меня на лету переобуваться привычки нет. Но это ладно, сами понимаете, в принципе я бы мог пойти туда, но подсказывало мне мое сердце, что Красноярск тогда я не покину, и запакуют меня прямо там. За это перед вами прошу прощения, те, кто ждали лещей по петуху любыми способами. У меня у самого руки чесались, я хотел всеми методами вытащить Самсона на улицу, но играть по его правилам ни в коем случае нельзя. Или нет, я же все же был там по твоему адресу, который ты мне скинул в ЛС, о котором знали только мы по твоим словам. Вот возле входа на Молокова, в твой богатырь, где и фотки, которые ты постил, совпадают. Но только вопрос, почему я не встретил тебя у входа, ведь я ждал тебя за 20 минут до того, как ты записывал свои кружки с выходом. Это что, либо ты снова дал мне адрес не тот, где ты фактически находился? Или же ты как-то меня заметил, и каким-то чудом избежал со мной встречи, сучонок? Ай-яй-яй-яй-яй. Через некоторое время, на объявленной мною встрече, естественно, ты не появился, да? Устал, бедненький? Напереживался? Страшный дядя напугал тебя до усрачки? За эти сутки я вымотался, будь здоров. И даже с джетлагом я все же использовал все шансы. Но найти петушка почему-то не получилось, даже возле его зала. Чего ты там потом выписывал? Не придешь на мою сходку, потому что прождал полтора часа в зале? Ха-ха-ха. Я просто представляю, сколько ты тарился до тех пор, пока я оттуда не свалю, чтобы выйти и побежать домой. Спал маленький до трех дня, появился в зале, скинул мне адрес, а потом снова лег спать. Совсем себя не бережешь, малыш, малыш, совсем. У меня еще один вопрос. А почему ты не вышел? Я ведь был один. Или теперь, когда этот нежданчик обнародован, ты скажешь, как я поджидал тебя неизвестно с кем. Но если бы это было так, разве ты бы сразу не написал пост о том, типа, ну вот, я дал ему адрес, а он ждет меня с толпой. Совсем не то, на что ты рассчитывал, да? Петушок, ты главное не усирайся, ведь для своих малолетних дегенератов ты всегда будешь героем. Им не важны твои поступки, им важно то, что за эти годы я переебал их чувства. И поэтому ты в их глазах при любом раскладе будешь белым и пушистым. А знаешь еще, Самсончик, почему ты так сильно стрессанул-то за 5 марта? Да потому что возвращался я с победой. В календаре теперь этот день делит твою медийную жизнь на до и после. Трусливый ты лицемер. Как же он сильно хотел выехать на теме с жимом 150, но попутно забыл за свою гнилую душонку. Я почему-то спокойно весь целый день бродил возле твоего дома, звоня тебе, когда ты со страху придумывал очередные свои схемы. Сначала покажу вам достопримечательность. Эй, ты, Самсон? Наратан, я тебе даю. Эй, ты, Самсон? Выходи, Самсон! О, позади меня Самсон. Символично, да? Вон он. Позади меня Самсон угасает. Снова на его родном районе. Почему-то никто не ломает ебальник там узбекам, там, как он любит выражаться, там всяким другим национальностям. Очень жаль. Красноярскчане. Оставляю эту мразь на ваше попечение. Уважуха достойным ребятам, с кем я познакомился по прилету. Дай бог развития вашему краю, и чтобы подобных воздуханов, как этот, становилось все меньше. Честно говоря, не знаю, кому еще непонятно, кто носит маски по несколько штук на дню, а кто прямо, не скрываясь и не переживая за себя, потому что попросту нечего бояться. Эпилок. Насчет фарса с блинами. Только дегенератам еще нужно объяснять это, да? Ну вот, для особо одаренных, может, теперь 2 плюс 2 сложите, и поймете, в чем была фишка того трюка. 90 превратилась в 150. При моем нынешнем весе 77 и росте 175, мой предел это 120 на раз. И только самым отбитым изначально это было не очевидно. Как раз таки все вы и повылазили после разбора на это. Где же вы были тот месяц, когда мой ролик висел? Самсончик, ты еще мой плейлист рафлаванно разбери, а то твои дегенераты сами не способны ничего переживать. С Халидом мы решили этот вопрос еще в то время. Наверное, поэтому видна разница между мужчиной и петушком, который только кукарекает, не отвечая ни за свои слова, ни за действия и вообще, в принципе, ни за что. Да, Самсончик. Анизура большой респект, мы с ним познакомились и когда-нибудь в дальнейшем может что-то и выкинем, но пока у меня в планах нет свой канал разбавлять спортом и чем-то еще. Я делаю развлекательный контент, порой затрагивая различные сферы, которые мне интересны. Будь то клипы, музыка, путешествия или тот же спорт. Но это все небольшой процент от общего аниме-контента. Самое главное, канал как был, так и останется первым ванпис-каналом в СНГ, не переживайте. Теперь по крашеному петушку. Раз ты слился полностью, великий разоблачитель, жду два твоих анонсированных видоса, чтобы вкупе у тебя на канале собралось несколько роликов обо мне и та самая херня по поводу мобилизации и моими якобы высказываниями обо всех? Окей. Его насмехательство над смертью близких людей-блогеров, угрозы сослать их на войну, высмеивание людей, избежавших мобилизаций, а также то, кто был посредником во всех этих деяниях, скрывая правду и распространяя ложную информацию с целью манипуляции массами с неокрепшими умами, которые верят в эти россказни. Я никогда не лезу в политику ни на стримах, ни в роликах. В отличие от тебя, я на нации не перехожу, потому что какая разница, кто какой национальности дегенерат. Только вот если в меня кидают нечто подобное, Самсончик, во-первых, я говорил исключительно о тебе, что ты строя из себя правдоруба перед своими детьми, которые даже твоего настоящего имени не знают. Ну а за маской и твоего настоящего личика, соответственно. Поэтому давай, я жду твои ролики, будем в этот раз решать все, как ты любишь, медийно и по закону, по закону Ютуба. Потом сильно не плакай, маленький. Я сделал все, что мог и готов был решить с тобой любые вопросы. Причем у тебя дома. Один. Чтобы поставить точку в этой никому уже не нужной помойке. Так что те, кто в принципе ведутся на поводу у этого петушка, где 90% инфы это манипуляция и вырванные фразы из контекста, поданные для своей выгоды. Думаю, уже от меня отписались. А если еще остаются такие просьбы, освободите места. Наша палуба явно не для вас. Я буду продолжать развивать канал, скоро перееду в стримерскую студию и качество совершит очередной рывок. На этом о Самсончике больше новостей на Ютубе не будет. Этот недоконфликт тебя изжил. С Айзеном ты там себя сравнивал, я помню. Между тобой и Айзеном только одна связь. Она в том, что ты соска. Хавы дьявольские фрукты, переваривай аригато, ой-бой, интонацию свою смени на то, мечты о нести, не губу забей на то, смотри а то, упустишь адзи, все мечты раздавят, пейнари хакол, ой-бой, слушай меня, бой-бой, вытрекрой, воин, мы из той воли, ой-бой, и не губу.